Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, как решать задание под номером 17. На самом деле, конечно, все об этом задании я не расскажу, потому что оно, хоть на самом деле, не является сложным и не требует от вас каких-то знаний и даже хотя бы необходимости писать реакции, взять какие-то химические свойства, но, тем не менее, как раз-таки в целом здесь потребуется широта вашего кругозора, вашей эрудиции и вообще понимания того, как все те физические, химические свойства, химические явления, вещества, как, собственно, все то, о чем мы говорим в химии, отражается в нашей жизни. Поэтому это задание еще и интересное. Но при этом здесь, конечно, тоже надо быть внимательным, понимать некоторые вещи. Мы, конечно, о некоторых скажем, но понятно, что не обо всех. Поэтому я вам, конечно, рекомендую, если вы собираетесь давать ОГЭ на какой-то очень хороший высокий балл, не надеяться на авось, а просмотреть максимально большое количество вариантов этого задания, чтобы хотя бы примерно понимать, о чем здесь вас могут спросить, потому что мы с вами не успеем рассмотреть все. Спектр, еще раз повторю, здесь широчайший. Ну, давайте посмотрим хотя бы несколько примеров. Собственно говоря, вот первый из них. Вообще задание интересное, да? Оно строится не так, как все остальные в ОГЭ, оно такое одно в ОГЭ по химии. Здесь нам предложено два утверждения, два тезиса, они обозначены буквами А и Б, и нам надо с вами лишь определить, верны они или нет. Ну, если бы был просто один тезис, надо было сказать верно или неверно, было бы очень просто, слишком просто, да? Поэтому здесь даны два тезиса, нам надо про каждый из них понять, верны они или нет. Отсюда всегда в этом задании будет только одинаковые четыре варианта. Верно первое осуждение, верно второе осуждение, верно оба суждения и оба суждения неверные. Ну, давайте смотреть, значит, Значит, первое задание, с которым мы сталкиваемся, посвящено непосредственно технике безопасности именно в лаборатории. В частности, здесь мы видим, что вопрос посвящен хранению щелочных металлов. Под буквой А нас спрашивают о том, что щелочные металлы хранят в полностью закрытых сосудах, стеклянных банках, без каких-то дополнительных веществ. И в Б нам в том, что калий хранят под слоем керосина. В принципе, это задание интересно тем, что здесь мы сразу видим, что вариант А и Б друг другу противоречат. Калий – это тоже щелочный металл. И чуть-чуть включая логику, мы с вами видим, что если калий – это щелочный металл, а его хранят под слоем керосина, и если Б верно, то А верно не может быть. Если верно, то Б уже верно точно никак не может быть. Осталось лишь понять, что из этого верно. И тут, конечно, надо знать, как хранят щелочные металлы. Ну, в частности, конечно, щелочные металлы просто так не хранят. Почему просто в стеклянной банке? Потому что они взаимодействуют с кислородом воздуха. А литий, например, с азотом воздуха взаимодействует без особых условий. Поэтому их, конечно, хранят либо под слоем вазелинового масла, либо под слоем керосина. А это, в общем-то, либо надо знать, либо просто догадаться, что просто так щелочные металлы без каких-либо добавительных веществ храниться точно не должны. А предполагать, что оба взаимоисключающих друг друга суждений неверно тоже, было бы несколько оригинально, скажем так. То есть, если уж данные два взаимоисключающих, то, как правило, одно из них должно быть верно. Хотя здесь тоже надо быть внимательным, это не всегда так. На что еще надо обратить внимание касаемо техники безопасности? Да, здесь мы поняли, верно только бы. Разбавляем серную кислоту как? Наливая кислоту в воду. Помним про это. Помним про то, что делать, если на руки попала кислота? Смыть, значит, проточной водой и обработать раствором соды. Если, значит, попала щелочь на руки, промыть под проточной водой, обработать раствором, там, какой-нибудь слабой кислоты, например, там, может быть, лимонной кислоты. Да, ни в коем случае никаких обработок, там, сильными кислотами, щелочами, никаких там тазиков, никакой там такой воды. Именно проточная вода и именно, соответственно, обработка растворами этих веществ, которые являются очень слабым основанием и очень слабой кислотой. На это также обращаем внимание. Да, опять-таки помню, что, конечно, нам всегда будут спрашивать про то, не надо ли надеть перчатки, надо ли надеть очки. И, да, ну, понимаем, что перчатки нам нужны только, если мы работаем с чем-то едким кислотами, щелочками. Очки нам нужны только в том случае, если есть вероятность, что что-то может нам попасть в глаза, да. Если мы смешиваем растворы натрия, аж-хлор, нам очки точно не нужны. Если у нас там СО2 выделяется, то, наверное, не повредит, да. Если мы, там, не знаю, молотком мрамор размельчаем, то, конечно, защитные очки придутся кстати. Да, если мы что-то, не знаю, там, такое делаем, что может выбрознуться, выплеснуться, выделиться газ, тогда есть смысл в очках. Если мы, значит, там, смешиваем раствор сульфата, медиа и гидрооксида натрия, то от очков пользы никакой нет. А вот при работе с натрия, перчатки, может быть, и не повредят, кстати говоря. Это что касается техники безопасности. Другой аспект, с которым мы здесь можем столкнуться, это, собственно, касаемо загрязнения окружающей среды, с одной стороны, с другой стороны, вообще химии в быту. То есть, это как влияние каких-то веществ на окружающие среды, так и, собственно, какие-то элементарные правила работы с химическими веществами именно в бытовом плане. Можно ли есть витамины по истечению срока годности? Можно ли, собственно, давать детям игрушки, покрытые краской, содержащие свинец? Можно ли собирать грибы вдоль автомагистрали и железных дорог? Достаточно очевидные вопросы, ответы на которых нет, нет и еще раз нет. Это первый момент. Но при этом надо понимать, что здесь тоже не всегда нет. Например, если мы говорим о том, что могут ли где-то использоваться продукты, значит, какие-то после скисания молока, то мы понимаем, что скисание молока приводит к тому, что мы можем получить простоквашу, и дальше, значит, там из молочно-кислых, как раз-таки таких продуктов делается творог, сметана и все прочее. Поэтому, в принципе, здесь надо понимать, что такие процессы, как там скисание молока, как брожение, это, собственно, производство алкогольных напитков, оно, в общем, не всегда прям четко нет. А вот какие-то вещи с истечением срока годности лекарств и всего прочего, тут уж точно, однозначно, значит, надо понимать, что это все недопустимо. Тоже про воду иногда там спрашивают, там, про какие-то там структуры воды, про память воды, это все, конечно, тоже ненаучно, поэтому здесь мы тоже говорим нет. Касаемо же этого нашего издания, здесь, собственно, у нас все посвящено экологии, мы видим, да, значит, первое. А. Повышенное содержание в помещении оксида углерода-2 опасно для здоровья человека. Оксид углерода-2 это СО, угарный газ, конечно же, это вещество ядовито, опасно для здоровья человека, это, в общем-то, вещество, от которого люди могут умереть, поэтому А. однозначно верно. Б. Смотрим. Выбросы в атмосферу газообразных отходов производства серной и азотной кислоты, да, какая прелесть, отрицательно влияют на здоровье человека. Естественно, это так, да, ни СО-2, ни НО-2, да, эти вещества не дают абсолютно ничего полезного, да, кислотные оксиды такие, как СО-2 и НО-2 в атмосферу вообще в идеале попадать не должны. Если уж это происходит, то очевидно, что это плохо, как для окружающей среды, так и для человека в целом. И, конечно же, никогда такие вещества положительно на здоровье человека влиять не будут, не надейтесь. Собственно, положительно на здоровье человека влияет чистый воздух, да, в сосновом лесу. А выбросы с заводов точно ничего хорошего нам, значит, не дадут. Также обращаю ваше внимание на парниковый газ, да, на то, что к таковым относятся метан, СО-2, например. И, собственно говоря, на то, что всегда, читая такие издания, надо быть очень внимательным, потому что иногда может быть такое, что в целом, да, общая идея, как бы, вопросов верна, но есть какой-то маленький и тонкий момент, который делает его неверным, да, там, например, то, что там среди продуктов сгорания топлива содержится, не знаю, там, оксид азота-4, отрицательно влияющий на здоровье человека. Правда, то, что и продукты, там, сгорания топлива отрицательно влияют на здоровье, правда, и то, что оксид азота-4 отрицательно влияет на здоровье, но при этом при сгорании топлива, НО-2, в общем-то, в каких-то таких значимых количествах, по идее, образовываться не должно бы, очень хотелось бы, чтобы это было так, по крайней мере. Ну, тут такой пример скользкий, на самом деле, я привел, ну, в любом случае, всегда смотрите внимательно, да, на задание, и четко следите за тем, о чем вас спрашивают. Ну, и следующая ситуация, да, это вернели суждение о чистых веществах и смесях. Тоже мы здесь можем столкнуться с таким вопросом, да, про смеси, да, собственно, что такое чистое вещество, что такое смесь, да, что такое смесь однородная, что такое неоднородная. Ну, давайте посмотрим, значит, А. Смесь порошков серы и железа является неоднородной смесью. И это действительно так. Она неоднородная. Мы, в принципе, можем видеть, да, невооруженным глазом, да, даже, в общем-то, вот эти вот мельчайшие частички серы и железа, которые там содержатся, да. Однородная смесь – это, как правило, либо раствор газообразный, вот воздух – это однородная смесь, мы не видим отдельно молекул азота и кислорода, либо раствор истинный, да, который идеально прозрачный, и мы не видим в них мелких никаких частиц. И это сплав, да, по сути, сплав – это твёрдый раствор, там тоже всё однородно. Всё проще, когда мы там намешали какие-то порошки, это точно, значит, смеси неоднородные. И Б. Питьевая сода, да, это гидрокарбонат натрия, это самая сода, которая появится в магазине и обычно есть на кухне, является чистым веществом. Ну и хотя, конечно, мы понимаем, что даже когда мы покупаем в специальном магазине, да, для химиков вещества, они, как правило, не являются стопроцентно чистыми, у них есть там своя категория чистоты. Если мы говорим питьевая сода, мы подозреваем, что это чистое вещество, потому что это не смесь, да, это одно вещество, гидрокарбонат натрия. Примеси там – это уже другой вопрос. Поэтому здесь мы также говорим, что верны об осуждении. Тоже надо понимать, знать, что такое питьевая сода, чтобы понимать, что это чистое вещество, что у него есть формула. Вообще, когда мы называем какое-то вещество, не знаю, говорим, биртоидовая соль, если мы говорим, что это калий-хлоро-3, то это чистое вещество. Если мы говорим воздух, то мы понимаем, что это смесь веществ. Синтез газ, бензин, нефть, это все смеси веществ, природные смеси веществ. Вот, собственно, некоторые, только некоторые моменты, с которыми мы можем столкнуться в этом задании. Их, конечно, может быть больше, поэтому еще раз повторюсь, очень рекомендую вам самостоятельно еще просмотреть, просмотреть и просмотреть задания этого блока. Ну, а у меня на этом все. Большое спасибо за внимание и до встречи на следующем уроке.